Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэмвозжмен. Сегодня у нас воскресенье, 25 октября. Как вы видите, потеплело. Снег начал таять. Гуляем с барником. Я без шапки, Алиска тоже без шапки. Вот. И идём в аптеку. Чё-то там, я не знаю. Ну, это, допантанол закончился. А, мазюкать татуировку. Да. Ну, не только татуировку, можно ещё это, всякие ожоги, всякие там, солнечные особенно. Всякое, короче, всякое. Восстанавливает кожу. А далее вообще не знаем, что будет. Увидите сами. Ребят, у нас сейчас будет минутка, так сказать, ну, для вас минутка лост фильма. Мы будем смотреть Фарго. Вчера так и не стали смотреть, потому что посмотрели полноценный фильм, полнометражный. Поэтому сейчас родители уехали в магазин, закупать всякие продукты там. Для себя. Да, для себя. У нас сейчас немножко раздельное питание, потому что рацион отличается. Вот. Там батарея включена? Батарея. Здесь она и не отключается никогда. Она всегда включена. Чугунная. Единственная чугунная, потому что у соседа там чего-то нельзя поменять. Или... А, нет. Потому что шкаф этот мы не стали отодвигать, поэтому здесь... Разбирать точнее. Его невозможно, короче, разбирать, потом собирать. Будем смотреть Фарго первую серию. Расскажем вам, как новый сезон. Там, по-моему, вообще будет предыстория, по-моему. Да? Что-то типа того. Точно не знаю. А потом мы едем к Алискиной бабушке, а потом мы едем еще по всяким местам. Увидимся. Эй! Сабанчела. Сабантуй. Где косточка? Косточка, где косточка? Все, мы едем к бабушке сначала, к моей с дедушкой. Да, покушали, посидели с родителями и посмотрели до этого Фарго первую серию второго сезона, который вообще никак не связан получается. Ну, пока, по крайней мере. Там опять какой-то трэш вообще непонятный. Вообще течаище. Там просто людей без мозга показывают. Ну, абсолютный вакуум какой-то в черепной мозговой коробке. Ну, он интересен. Он этим и интересен, что ты смотришь вот как бы... Какие-то глупые ситуации. Да, да. Ну, они страшные ситуации. То есть там убийства и всякое такое. В общем, атмосфера та же, как и в первом Фарго. То есть это зима, это зимний городок. Какой-то глухой. Все друг друга знают и всякое такое. Вот. Я так понимаю, что это же прям про него же, про тот же Фарго. Ну, не знаю, наверное. Ну, да, скорее всего. Вот. Так что советуем посмотреть. Едем, мчимся. Слякать пипец. Ребята, мы выехали из Скуратова, довезли Регину, Лену до дома. Довезли. Ну, нам по пути просто, поэтому мы подхватили пассажиров. Вот. Здорово посидели. Было сколько человек, получается? Я даже не считала, не знаю. Получается, это 12 человек или 13. Вот так вот. Мы в Скуратове... Нас всего в группе 19. Так что это вообще неплохо. Это вообще неплохо. Мы три столика сдвинули. Да. Нам хватило места. Да, три столика сдвинули, расставили стулья, плюс еще там на сиденьях. Не стали снимать, но под колонкой сидели, там очень громко. Да и как-то это... Да, ну это такое, как бы... Собрание-то не... Не каждодневное. Не ютюберское. Ну и знаю. Поэтому разговоры о жизни, о личной. О пище. А? О пище. О пище, обо всем, в общем. Так клево, клево. Посидели очень душевненько. Вроде как-то говорили, с недельки через три еще встретиться, но уже, наверное, в другом месте. В таком месте? В известном Буревестнике. Мы там уже были, уже влоги там снимались. Да, я так поняла, что туда уже поедет мало человек. Да, ну уже нек... Ну, многие уже просто не хотят туда, да. Потому что это... Это бомжатник. Это бомжатник прям такой, но он в лесу, и там есть клевая горка. Да. Едем домой, в общем, с хорошим настроением. Все, мы завалились домой уже, в барник, вон с нами где-то там. Ай, больно. Идем. И универ. Ну, где-то здесь, не знаю. Вот он, папа. Ты ему нос такнул? Вот, короче, сейчас будем пить чаек. Да, спать ложиться. Ничего, смотри, не будем. Я 2 чая выпила по 0,35. Это я что-то морально думал выпить чай, а вот физически я тоже, наверное, уже не выпью. Это, знаете, такая просто привычка, типа, когда обычно, я пойду чай попью. Это обозначает не чай попью, а что я какие-нибудь вкусняшек поем. Да, да, да. А еще родители привезли из Самары всяких вкусняшек, как раз конфет. Нет, а мы только утром в лесточке съели. Да, да, да. Мы как бы не подвержены поеданию сладкого в последнее время. Вот. Ребят, короче, я тут выбираю всяческие клавиатуры MIDI. Вот, интересно, может у кого-нибудь что-нибудь есть, какие-то задумки. Буквально двухоктавные, а чисто клавиши мини или не мини. Это уже, не знаю, ты какой раз пытаешься купить? Третий, наверное? Это уже третий год, я бы сказал, наверное, я пытаюсь купить. И третий раз. Мы даже заходили в Новосибирь. Да, да куда только не заходили. А, в Самаре. Ну, я нашел одну клавушку, это Акай. Акай какой-то. Он где, под нами? Да, он туда забрал. Вот. Сейчас вот как раз там видите видос, какой-то обзор от какого-то сайта. Вот, буду смотреть. Если у кого-то есть какие-то мысли, просто, ну, бюджет там типа тысяч до шести хотя бы. У нас, оказывается, теперь из одногруппников не только мы одни уехали из Омска. А, да. Потому что и одногруппница уехала в Питер. Да, и еще в Москву уехала одногруппница. А, ну, точно, что-то я забыла. Да. И вот, и так. И вообще все плохо в Омске. Ну да, по работе все ребята говорят, что что-то прям какая-то жопа. Это грустно на самом деле. Надеемся, что наладится. Нет, пипец. Омс граждан проект, который строительная организация, вроде как государственная, либо она финансируется как там государство. Они банкроты. Офигеть. Просто это вообще. Ну, не знаю, официально или неофициально, но ребята говорят, что это реально. Это прям просто та организация, в которую люди идут работать, чтобы после нее, ну, чтобы там получить опыт, и после нее ты можешь идти там, ну, короче, куда угодно почти. Ну да. Все, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Не забывайте о том, что 30-го числа у нас будет, 30-го октября будет встреча с подписчиками. Да, это уже на этой неделе. Да, концерт Checkout в 9 часов 10 минут в баре Борода. Ссылка в описании сразу, прям первая ссылочка. Все, до завтра, ребят. Паукида! Субтитры сделал DimaTorzok